Братья и сестры, всех приветствую в этот утренний воскресный час. В шестой главе Евангелия Матфея Христос говорит удивительные слова. Обращаясь к ученикам своим, он говорит, «Не собирайте себе сокровища здесь на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небесах, где моль и ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут». И он говорит, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Знаете, но мы так устроены, что если есть возможность приобрести что-то лучшее, мы приобретаем. В этом нет секрета. Мы ищем лучшее место, где проживать. Мы ищем хорошую землю, где можно построить свой дом или приобрести, купить дом в хорошем районе, участке. Мы ищем хорошую квартиру, ставим туда прекрасную мебель, оборудуем ее. Мы ищем все то, что можно лучше. Приобретаем хорошую машину, если это возможно, как можно лучше. Мы постоянно в поисках земных благ. И я думаю, что в этом нет ничего плохого, если это у нас все стоит на втором плане, если это все второстепенного значения в жизни нашей. В этой же главе, в Евангелии Матфея, 6 главе, 33 стих, Христос обращается к ученикам и говорит, «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Христос говорит, «Ищите Царствие Божие». Что такое Царство? Царство – это государство с ее границами. Здесь, на земле. Каждое государство имеет свои границы, имеет свою землю, свой участок. И мы говорим, что Царство здесь, на земле, или государство, оно сопровождается с его культурой, естественно, проживающей нацией на этой земле. Царство Христа, оно очень даже необычное. Оно не такое, как Царство здесь, на земле. Когда ученики находились вокруг Христа и находились уже порядочно долгое время, они заметили, что вокруг Христа нет хромых, нет слепых, нет больных. И не только это. Они заметили, что тогда, когда нечего кушать, Христос кормит. И такое происходило. Ну как не иметь такого Царя? Я думаю, что они уже рассуждали и говорили о том, что это прекрасная кандидатура быть царем в Царстве здесь, на земле. И они задают Христу и говорят, Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь Царство Израилю? Не пришло ли тот момент, когда нужно восстановить, потому что, а куда еще лучше, если все блага земли, они будут у нас на руках, потому что Ты будешь Царем? Знаете, ну чем еще необычно Царство Божие? Оно необычно тем, что оно включает всех людей. Там нет нации, там нет ограничения. Но есть условия, что это те люди, которые посвятили свою жизнь на служение Христу. Братья и сестры, каждый из нас давал обещание Богу служить Ему доброй совести. Каждый из нас ставил это в приоритеты, в первозначение. Господи, я буду Тебе служить всю мою оставшуюся жизнь. И мы заключали завет с Господом и давали Ему обещание. С этого начинается Царствие Божие. Мне хотелось посмотреть сегодня перед нашей молитвой несколько моментов, на чем обуславливается Царство Христа, Царство Божие. Первое, это то, что Царство Христа, оно не имеет границ. Как любое государство, которое здесь на земле имеет границы, имеет свою территорию, Царство Христа, оно не имеет границ. Оно не ограничено местом. Слово Божие говорит, оно внутри нас. Оно внутри нас, в людях. Знаете, однажды Христос был спрошен фарисеями. И они говорят, когда придет Царство Божие. Они задали конкретный вопрос, когда придет Царство Божие. Возможно, они видели во всей обстановке этой, ну, тоже какие-то условия и смотрели, и понимали, что что-то происходит. И они говорят, когда. Но Христос не отвечает на этот вопрос, когда придет Царство Божие. А Христос говорит совершенно другими словами. Он говорит, оно не придет, Царство Божие, приметным образом. И не будут говорить, вот оно здесь, или вот оно там, ибо Царство Божие внутри вас есть. Так Христос сказал. Многие, знаете, сегодня хотели бы сделать Царство Божие видимым, чтобы его было видно, чтобы оно располагалось в каком-то месте в определенном. Но это невозможно. Это невозможно, потому что Христос не об этом говорил. Получается тогда парадокс между тем, что говорил Христос, что не собирайте себе сокровища здесь на земле, и теми словами, говорит, ищите прежде Царство Божие. Ученики, когда уже перед тем, как Христос должен был вознесен, уже перед его вознесением, апостол Петр пишет в Деянии апостолов, мы читаем с самого начала, в первой главе, такие слова, что он говорит, что Христос учил о Царстве Небесном, прежде чем вознестись отсюда, от земли. И я думаю, что у учеников тоже возникал этот вопрос, а когда придет, а где она будет, а какие сроки, и что будет за этим следовать. И Христос определенно сказал ученикам своим, он сказал, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Вот здесь на земле, то, что говорили, то, что имели в виду ученики и люди, Христос говорит, что не ваше дело знать. Потому что Царство Христа, оно внутри нас, оно не имеет границ, оно не имеет территории, где бы можно было увидеть его или где можно было его поставить. Так мы представляем Царство Христа. Второе, Царство Христа, оно не на земле. И как мы уже сказали, что оно внутри нас, и если оно внутри нас, то и правительство находится не здесь на земле, оно находится на небесах. То есть царь, тот, кто управляет нашим царством внутри, он находится на небесах. И его законы, и его уставы, которые мы сегодня имеем, это Слово Божье, они освящены Богом. И его управление этого царства, которое внутри нас, оно осуществляется Духом Святым. Посмотрите то, что говорит Христос. Тогда, когда Он предстоял перед Пилатом, это Евангелие, 18 глава, 33 стиха. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь? Это или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я не иудей? Твой народ и пересвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Христос явно дал знать и показал, что царство Христа, оно не от мира сего. Третье, оно не обуславливается благами земли. Христос не обещал, что всякий последующий за Ним иметь будет обилие благословений в материальной жизни. Сегодня есть учения и многие учения и в церкви, люди, которые, я бы сказал, попали под обольщение, в которых проповедуется и укореняется о том, что если ты верующий, если ты христианин, то в твоей жизни будет только благо. То ты должен жить как царь. У тебя должно быть все на руках. Ты должен все иметь. Я думаю, это в корне противоречит словам, которые говорит Христос, что не собирайте здесь сокровища на земле, потому что это все будет истреблено. Собирайте себе сокровища на небесах, где не будет истребляться ничем. И потому я думаю, что всякие, которые располагают на земное благополучие, они будут разочарованы. Это люди будут разочарованы, потому что у них не получится то, о чем они могут себе представлять. Потому что Слово Божие говорит, апостол Павел пишет Кремлинам, 14 глава, 17 стих. Ибо Царство Божие не пища и питье, а Царство Божие это праведность, это мир и радость во Святом Духе. Вот что является Царством Божиим – праведность, мир и радость во Святом Духе. И поэтому тогда, когда человек себе лелеет мысль о том, что раз он верующий, то у него должно быть все, и он должен жить как царь, царство вот здесь на этой земле, он глубоко ошибается. Потому что оно начинается изнутри, из нас. Четвертое – это Царство Христа, оно покоряет людей. Каким образом? Естественно, здесь не употребляется сила. Здесь нет силы меча, какого-то насилия. Царство Христа, оно покоряется, покоряет людей, сердце человека – это любовью, миром и святостью. Вот это те ветви, которые должны сопровождать всякого верующего человека. Потому что Царство, о котором мы можем говорить, оно не обозначено ни на одной карте мира. Мы его не найдем ни в каком церковном объединении, Царство Христа. Царство Христа, оно в сердцах людей, оно внутри вас есть – это слова Христа. И последнее, что мне хотелось обратить внимание, что Царство Христа – это Царство славы. Очень многие люди сегодня желали бы быть гражданами этого Царства. Они даже носят какие-то знаки для того, чтобы свидетельствовать о том, что они принадлежат к Царству Небесному, Царству Христа. Но они все же сегодня находятся на земле, и на этой земле, где Царство мира сего. Там, где процветает вражда, ненависть, там, где Царство противления Богу, там, где гордость царит в людях. И сегодня, когда мы смотрим людей, когда хоронят неверующих, людей, прожившие жизнь совершенно далекими от Бога, и начинают их отпевать, приносят их в церковь и ложат ему повязку на лоб и говорят «Царство Ему Небесное». То есть, человек, неважно, как ты прожил, но мы тебя определяем, мы тебе даем повязку, мы тебе открываем визу, ты готов к Царству Небесному в небесах. Христос сказал одному книжнику, который обратился к нему и сказал, какая наипервая заповедь в законе. И Христос сказал, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей и ближнего твоего ко самого себя. Это вторая заповедь. И он очень хорошо отвечал Христу, и Христос говорит, ты много знаешь, ты понимаешь, что наибольшая и лучшая заповедь это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Это то, что ты дал обещание Богу. И он говорит ему, ты недалеко. Ты еще не там, но ты недалеко от Царствия Божия. Знаете, сегодня мы должны искать Царство Божие не в окружающей нас среде, а в Боге, который водворяется в сердце наше вот этими качествами, любовью, миром, святостью. Господь говорит, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Я думаю, не случайно Христос сказал эти слова, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Искать Царство Небесное значит прилагать к этому усилия. И усилия очень большие для того, чтобы восхитить, для того, чтобы приобрести Царство Небесное. В 11 главе Евангелия Матфея, 12 стих, такие слова Христос говорит. «Одней же Яна Крестителя до ныне Царство Небесное усилием берется, силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Я бы хотел обратить внимание молодежи, кто хорошо по-английски читает и понимает. Посмотрите, как перевод имеется здесь, что усилия, тут в английском сказано «violence». То есть это не просто, ну так, на плаву, как мы все идем. Ну хорошо, я стал верующим, ну хорошо, ну я стал членом церкви, я живу такой номинальной жизнью. Написано, что усилия, это даже может быть, я даже не знаю, как это объяснить, чтобы перевести, чтобы было понятно по-русски, потому что мне очень понятно смысл, как это звучит в английском языке. Это более насыщенно, более красочно. Этот человек должен себя достигать и получить Царствие Божие усилием и очень большим усилием. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли понять, что все, что земное, оно проходящее здесь. И все, к чему у нас прилежит сердце, оно пройдет. Господь говорит, там, где сокровище Твое, там и сердце Твое будет. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...